С возвращением на YouTube-канал Плана Би. Сегодня мы с вами обсуждаем официальное начало бычьего рынка «Красную точку». Так что сразу переходим к графикам. И, кстати, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, ведь это мне очень помогает привлекать больше просмотров. Первый график. Stock to Flow. Биткоин закрыл февраль на уровне 61К. Это чуть-чуть ниже октября 2021-го исторического максимума на закрытие этого месяца. И это немножечко грустно, потому что падение было лишь в последние часы торгов. Но в любом случае, у нас есть самый крупный месячный прирост, выраженный в долларах, в размере практически 21 тысячи в течение месяца. И, что более важно, это было над или на уровне линии модели Stock to Flow прямо сейчас. Так что Stock to Flow снова с нами. И я бы сказал, что давайте-ка разделим эту модель на верхнюю часть, потому что, с небольшой примесью шутки, очень многие хейтили модель Stock to Flow из-за того, что она продвигалась в направлении вниз, когда цены были в самом низу в 2022-м. Говоря, что эта модель сломана, она больше не работает, у нас уже такое было вот здесь, в 2019-м и в 2020-м годах. Но всегда, после того, как цена была ниже уровня модели, она поднималась выше модели, а иногда значительно выше модели. Так что это то, на что я надеюсь, и то, что я сейчас ожидаю. Что мы пробьемся на верхнюю часть модели Stock to Flow после халвинга. И у нас еще впереди ожидается еще две точки. Еще две синие точки перед халвингом. Точка в марте и точка в апреле. И это отличное время для того, чтобы обратить внимание, что ось с цветами на данном графике — это количество месяцев до халвинга. И, конечно, это может быть что угодно. Я использую все, что угодно. RSI, например, да, не важно. Но на данном графике это количество месяцев до халвинга. Сейчас их два, то есть еще две красные точки, то есть еще две синие точки. И затем они переходят в красный. Как вы видите, вот здесь, во время халвинга 2012-го, здесь 2017-й год халвинга, и здесь халвинга в 2020-м. Сейчас мы ждем халвинга в апреле. Итак, что нас ждет дальше? Что ж, я думаю, что, если мы посмотрим на историю, то после халвинга цена поднимается вверх, но с небольшим задержанием. Я это же и ожидаю в 2024-м. Так что у нас будет рост цены, у нас будет бычий рынок, но не ожидайте, и я не ожидаю вершину в этом году, в 2024-м. Я ожидаю вершину в 2025-м. Также обратите внимание на логарифмическую шкалу этого графика. Цена растет десятикратно, с одного доллара до десяти долларов, затем до ста долларов, тысячи долларов. Так что многие люди неправильно интерпретируют данный график, допуская, что значения на данном графике, вот здесь, например, они думают, что линейные между этими точками. То есть думают, что это 700 или больше. Нет, здесь 500 тысяч долларов. И вот почему вы видите, что я здесь включил мелкую решетку, а также вот здесь. Поэтому здесь 100 тысяч, здесь 200 тысяч, 300 тысяч, 400, а здесь 500 тысяч долларов. Здесь неравномерные шаги, потому что здесь логарифмическая шкала. И что ж, еще один момент. В последнем цикле у нас образовалось небольшое падение. Прямо перед халвингом, конечно, это был март 2020-го. Этот коронадамп, черный лебедь. И не думаю, что мы снова его увидим. Но произойти может что угодно. Но, да, не думаю, что это произойдет сейчас. И последний цикл был, конечно, относительно невысоким. По причине плохого начала, но также по причине и банов Китая, который уничтожил 50% производительности майнеров, а также, конечно же, из-за Луна, и, естественно, из-за FTX. Это развалившаяся биржа, так что у нас получился очень плохой цикл. Так что очень интересно увидеть, что будет дальше. Я ожидаю, что следующий цикл будет более нормальным. И, может быть, даже немного выше, чтобы компенсировать этот относительно невысокий цикл, который был последний раз. Так что очень интересно, и посмотрим, что будет. Идем дальше. Этот график, привлекший очень большое внимание на Твиттере. Я думаю, что это один из моих двух самых любимых, следующий за моделью Stock to Flow. Большие новости. Крупные новости. Красная точка. Так что мы видим снова этот график и цену Stock to Flow снова с логарифмической шкалой и цвета. Обратите внимание, что шкала цветов теперь другая. Это теперь не месяцы до халвинга, а это фазы, которые могут быть фазами накопления. Синяя. Мы в ней были. Может быть, бычий рынок. Может быть, распределение. Может быть, медвежий рынок. Так что мы видим. Здесь переключение фаз. Их изменения. Мы видим переход с фазы накопления, что в настоящий момент завершилось. Больше не происходит медленного роста, легкого закупа и так далее. Нет. Мы перешли в бычий рынок. Так что теперь будет все поглощающие фома, экстремальные ценовые пампы, а также множественные, минус 30-процентные падения. Многие меня спрашивают, что я под этим понимаю. Что ж, если мы с вами посмотрим на исторический максимум 2017-го, ставший более типичным, чем те, что были в 20-м и 21-м, мы с вами наблюдали множественные, я думаю, 5 или 6 падений в минус 30% за это время. Но потом за ними последовали большие пампы. Так что у нас, если вы еще не переживали, бычьи рынки, это будет настоящая фаза жары, а иногда и ужаса. Но что ж, у нас сейчас много чего происходит. Превалирующая повестка, конечно же, это ETF. Мы с вами видели 500 миллионов долларов притока в ETF в течение одного лишь дня, что вызвало 5-процентное повышение цены для биткоина. И впереди для ETF ожидается гораздо большего поступления средств, что также обещает гораздо большего подъема в цене. И, может быть, до конца года и 2025-го суверенные фонды, а также и даже государственные опционы, кто знает, это будет очень большим сюрпризом. Это будет экстрим. Так что то, что я буду делать, и то, что я буду советовать вам делать, это сесть, расслабиться и наслаждаться заездом. И самое главное, не паниковать. В первое 30-процентное падение. Многие скажут, «О, это конец! Бычий рынок закончился, и мы летим в ноль». Нет. Это всего лишь, скажем, высоковолатильный, двузначный спад во время бычьего рынка. Так что... Вот такие дела. Вот и все. Я буду, вероятно... Мы увидим красные точки в последующие полгода, год или даже полтора, до момента образования желтых. Но об этом сейчас беспокоиться не нужно. По крайней мере, в ближайшее время. Следующий график. RSI. RSI — это индекс относительной силы. Индикатор технического анализа очень распространенный, но мне он очень нравится. Он сейчас на уровне 73, что очень высоко. Так что обычно диапазон индикатора RSI между 30 и 70, по крайней мере, для фондового рынка, например, или для рынков Форекс. Так что в настоящий момент он является очень перекупленным. И для биткоина, бычьего рынка, он гораздо больше, чем 70%. Он может достигать даже и 100%. 90, 95. Так что... Что могу сказать? Нас ожидают еще две синие точки, и эти синие точки относительно очень высоки. Ведь обычно, прямо перед халвингом, RSI находится на уровне 55, или 65, или, может, 70. А выше 70 — это действительно очень много. Так что он может немного нормализоваться. Упав ниже 70, и затем продолжать двигаться вперед, это будет всего лишь диапазон с относительно высоким значением для бычьего рынка и цикла в отношении относительно невысокого предыдущего бычьего рынка и цикла. Так что... В общем, да, мы на самом деле не знаем. Но, пожалуйста, запомните следующее. Если RSI находится выше 50, значит, тренд восходящий. А если ниже 50, то тренд нисходящий. Так что все, что выше 50, означает, что цена и общее направление движения цены направлено вверх. Так что 70 — это действительно очень много. Это значит, угол наклона очень крутой, а цена движется резко. Но даже при 65 или 60 цена пойдет выше. Так что, да, в любом случае, будущее выглядит ярким. 200-недельная скользящая средняя. Это черная линия. Не обращайте внимания на серую линию. Это лишь геометрическая скользящая средняя, включающая набор нормализованных скользящих средних. Я их использую для других целей, но сейчас мы с вами смотрим на черную линию, которая сейчас находится на уровне 32 тысяч. И что мы с вами видим, так это то, что цена биткоина находится над ней, на 61. И она отходит от этой линии и это то, что она делала каждый раз за всю историю после халвинга и буквально перед халвингом. Она от нее отходит во время бычьего рынка, а затем коллапсирует обратно. Но до тех пор, пока она удаляется, она никогда не коснется этой 200-недельной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 32К, что сейчас является как бы этим полом и этим низом. И если мы с вами посмотрим на реализованную цену, которая означает цену всех проданных биткоинов, то есть то, где находятся сейчас все биткоины под данным фондчейн, 19 миллионов, где они были куплены, по какой цене и какова средняя цена, то прямо сейчас она находится на 25 тысячах и двухлетняя реализованная цена на 37 тысячах, а 5-месячная цена реализации, также известная как цена на краткосрочных держателей, на 49 тысячах. Так что они все растут, они поднимаются, и биткоин сейчас находится над всеми реализованными ценами, над всеми себестоимостными ценами. Так что это признак бычьего рынка. Все находятся в прибылях, и аналогично 200-недельный скользящий средний, на мой взгляд, никаких гарантий, но, на мой взгляд, в бычьем рынке мы никогда не упадем ниже этой 5-месячной цены реализации короткосрочных держателей. Вот здесь, все эти минус 30-процентные падения, которые мы увидим в конечном итоге, не пойдут ниже, я бы отметил, на закрытии месяца, не пойдут ниже этой светло-синей линии, этой 5-месячной цены реализации, которая в настоящий момент находится на уровне 49 тысяч. Так что, может быть, это значит, что мы больше никогда не опустимся ниже 49 тысяч. Следующий график. Реализованные прибыли. Это монеты, которые были проданы, биткоины, которые были проданы в феврале, и все эти продавцы, они продали в прибыль, которая составила 63 процента. Красная. И это весело, потому что в последнем видео месяц назад мы говорили, что будем ждать 40 процентов оранжевая для реализованных прибыли, что, возможно, произойдет уже после халвинга. А мы это увидели до халвинга. Красную точку с прибылями более 60 процентов для этих продавцов. И это также является ясным сигналом бычьего рынка. И последний график биткоин в прибылях. И не удивительно, что при текущих ценах практически все находятся в прибылях. Лишь только те, кто закупился на историческом максимуме в октябре 2021 года, возможно, находятся в убытках. И кстати, это всего лишь только 175 тысяч монет. То есть очень мало. А все остальные более чем 99% находятся в прибылях. Что значит, что не так и много страха осталось в рынке. Все находятся в прибыли, они счастливы. И конечно же, если начнется красное, то это красное и продолжится. Если начался бычий рынок, он не закончится завтра или на следующий месяц. Он является трендом, это сила, которая будет продолжаться и которая не останавливается так легко. Так что красное продолжится и принесет нам впереди очень интересные времена. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это очень помогает, а CryptoCommons просто огонь. АПЛОДИСМЕНТЫ